Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Мирные сирийцы выходят из Иглиба по гуманитарному коридору, организованному военными из РФ. Террористическая группировка Даиш похищает грузийских женщин для порабощения. Курдские боевики ведут переговоры с режимом Асада и не исключают совместного участия в некоторых военных операциях. Для тушения лесных пожаров в Дерсиме впервые были использованы вертолеты. Капитан сборной Западной Армении перешел в швейцарскую команду. Леонардо Басмадян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Мирные жители сирийской провинции Идлиб, которая пока остается под контролем боевиков, выходят по организованному российскими военными гуманитарному коридору в поселке Абу-Эд-Духур. Специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев помогают людям восстановить документы. А российские военные врачи проводят медицинские осмотры перетеленцев. У нас организовано взаимодействие с губернатором провинции. Создана комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев и проверки документов. Очень много людей возвращается, у кого во время боевых действий сгорели личные документы и документы на имущество, рассказал начальник филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев в провинции Алеппо Олег Демененко. Он добавил, что всех переселенцев также проверяют по сирийским базам данных и выявляют тех, у кого есть проблемы с законом. Перед началом движения по гуманитарному коридору всех тщательно проверяют на наличие оружия и взрывчатки, так как их вывоз запрещен. Недавно, во время варварского нападения на провинцию Эс-Сувейда, террористическая группировка Даиш похитила друзейских женщин, чтобы поработить их. Сирийские официальные лица заявили, что в результате нападения погибло более 250 человек, и многие получили ранения. Это нападение вызвало возмущение сторонников президента Сирии Башара Асада. В ответ на этот варварский поступок, несколько друзейских религиозных лидеров и священнослужителей дали зеленый свет на взаимное нападение российских войск на Даиш. Недавно российская военная делегация отправилась в Эс-Сувейду и попросила лидеров друзей начать принимать участие местных сил в действиях, которые Россия должна была бы поддержать на юго-востоке Сирии. Уточнил высокопоставленный чиновник Друзов. Это нападение направлено на освобождение территории, контролируемых террористами, добавил он. Салих Муслим, бывший президент политического крыла курдских национальных вооруженных сил в Северной Сирии Демократического Союза, рассказал об исторических переговорах между группировкой и сирийским правительством. Муслим положительно оценил переговорный процесс и не исключил, что курдские боевики могут присоединиться к сирийской армии в действиях против исламистских боевиков в Идлибе. Он настаивал на том, что курдская партия, которая на протяжении многих лет сталкивалась с проблемами режима президента Башара Асада и которая заняла место оппозиции, всегда стремилась решать существующие проблемы путем переговоров. Мы значительно поддерживали этот формат, но режим не верил в это. Они верили, что проблема может быть решена только с помощью силы, сказал Муслим. Лесные пожары в Дерсимской области Пертек, которые продолжались около двух дней, были потушены с помощью вертолетов. Несмотря на все вмешательства, все равно в Дерсиме было невозможно справиться с огнем лесных пожаров. И впервые в Дерсиме для этого были использованы вертолеты. Защитник сборной Западной Армении по футболу Фабрис Гузель сменил клубную прописку. 27-летний футболист перешел из французской команды Ле Понте в Стат Ньон, выступающий во втором дивизионе чемпионата Швейцарии. Гузель принял участие в прошедшем июньском чемпионате мира среди непризнанных государств в Лондоне. Напомним, что недавно в составе Стат Ньона прошли просмотр футболиста ереванского Арарата Вартан Арзоян и Андроник Кочарян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Арноба Баджаняна «Овсирюм сирюм». «Овсирюм сирюм» «Овсирюм» «Овсирюм» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!